МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разбойное нападение на пенсионерку в Уссурийске. Преступник пытался отобрать у женщины сумку. Не обошлось без травм у потерпевшей. И даже потребовалась помощь медиков. Благодаря очевидцам злоумышленника удалось задержать. С подробностями Ольга Муравьева. 66-летняя жительница Уссурийска угодила в руки преступника. На территории оптовой базы на улице Лемичевской мужчина напал на пенсионерку. Сначала просто пытался отобрать сумку. Но завязалась борьба. И в ход злоумышленник пустил нож. Он руки резал, не ручку. Ручку. Покажу сумку. Оправившись от шока, потерпевшая рассказала, что на нее напал неизвестный мужчина. Он пытался вырвать из рук дамскую сумку, в которой находились вещи и банковская карта. Крепко удерживая свою сумку, женщина пыталась дать отпор налетчику. И тогда злоумышленник напал на нее с ножом. Задержать нападавшего удалось благодаря неравнодушному очевидцу. Крики о помощи привлекли внимание одного из сотрудников базы. Мужчина помог удерживать злоумышленника до прибытия наряда полиции. Пенсионерке потребовалась помощь медиков. Также женщине предстоит преодолевать испуг. А вот охотника на легкую наживу ожидает серьезное разбирательство. Задержанным оказался ранее судимый 43-летний житель Приморского края. Гражданина доставили в отдел полиции, где он дал признательные показания. В отношении подозреваемого следователем отдела МВД России по городу Уссуриску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия. В ходе следствия подозреваемый признался и в другом преступлении. Таким же путем в январе этого года ему удалось похитить сумку у женщины на автобусной остановке. Сейчас ведется проверка новых данных. Фигурант заключен под стражу. Мужчине грозит до 10 лет колонии. Ольга Муравьева, Телемикс. Половину объектов образования Уссуриска отремонтируют в 2021-м. Изменения намечены в 15 детских садах и 15 школах. На эти цели в местном бюджете запланировали чуть более 80 миллионов рублей. Так, большая доля средств пойдет на переоснащение 130-й школы. Там преобразуют спортивный зал и пищеблок. В 28-й также обновят столовую, а в 32-й строители займутся кровлей. Четверть выделенных денег направят на школу номер 25. Там серьезные изменения запланированы в бассейне, которому давно требуется капитальный ремонт. В ряде объектов образования обновят автоматическую систему оповещения. В некоторых школах и детских садах поменяют дверные проемы и проходы, которые не соответствуют требованиям противопожарной безопасности. В 4-й школе и в садах номер 15, 27 и 35 обновят дворовые территории. За последние сутки подтверждено 83 случая коронавируса в нашем регионе. С каждым днем цифра инфицированных становится все меньше. Выздоровевших 298. Трое пациентов скончались. Итого за весь период пандемии от осложнений, который вызвал ковид, умерли 634 человека. В общем зарегистрировано 40 530 положительных диагнозов. При этом уже победили недуг почти 35,5 тысяч приморцев. В масштабах страны статистика выздоровевших больше 3 миллионов 800 тысяч жителей. Общее число случаев коронавируса в стране перешло за 4 миллиона 250 тысяч. Прирост за сутки 11 тысяч 570 пациентов. В целом умерших 86 тысяч 500. Отметим, что в Приморье продолжает действовать режим повышенной готовности, который предполагает обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции. Девятиклассникам из школы номер 134 устроили экскурсию на производство. Свои двери детям открыл мостостроительный комбинат. Присоединилась и наша съемочная группа. С подробностями Елена Карпенко. 12 парней из 134-й школы пришли на завод, чтобы посмотреть, как в прямом смысле строят мосты. Такие экскурсии во многих учебных заведениях сейчас проводятся в целях профориентации. Ведь дети с 9 по 11 классы должны решить, кем же станут, по какой профессии будут работать. В основном это дети 9 класс, у нас это самый старший класс. После окончания 9 класса многие из них поступать будут в техникум и в колледжи, получать в дальнейшем образование. В первую очередь парням показали лабораторию. Тут контролируют качество материала для производства железобетона, из которого потом строят мосты. Работа кропотливая и ответственная, ведь качество и долговечность конструкции напрямую зависит именно от этого этапа. Надо посмотреть динамик. Например, сколько он был в точности за один день, за три дня, за семь дней. Далее цех, где собирают готовые конструкции. Детям запомнился больше всего. 9-ти классникам рассказали об этапах работ. Тут же есть своя определенная технология, благодаря которой за месяц предприятие производят от 500 до 700 кубических метров готового изделия. Меня заинтересовало больше всего, как проходит данная работа, разные тонкости, плотность бетона, сколько он весит, балки и ограничения по метрам. Я спрашивал о том, как вывозят эти балки из завода, потому что они массивные и интересно, как это все происходит. Познакомили и с профессиями. Это сварщики, бетонщики, арматурщики и плотники. В этих областях компетентные специалисты на вес золота. Поэтому парням рассказали как о возможностях, которые откроются на такой работе, так и о рисках. Главное – стремление человека – постичь эту профессию. Почему мы рассказываем об этом детям, почему мы показываем? Просто, в принципе, молодые люди должны ориентироваться в мире, чем они хотят заниматься впоследствии. Безусловно, не все парни из 9 класса 134 школы пойдут в колледж учиться на так называемую рабочую профессию. Часть из них пойдет в 11 класс, кто-то займется творчеством. Но, возможно, какой-то процент все же заинтересуется трудом на таком производстве и будет строить настоящие прочные и долговечные мосты. Елена Карпенко, Роман Адонин, Телемикс. Сильнейшие связисты Приморья будут бороться за звание лучших на окружном конкурсе «Уверенный прием». В рамках международных игр «Армии-2021» завершился второй этап конкурса по полевой выучке. Порядка 80 военных на скорость разворачивали аппаратные, прокладывали кабельные линии и передавали данные по защищенным каналам связи. В состязаниях участвовали около 30 экипажей из подразделений связи со всего Восточного военного округа. Жюри также оценивали результаты каждого участника при стрельбе из автоматов на этапе метки стрелок. В начале апреля пройдет третий этап конкурса профессионального мастерства уже в Хабаровске. Вообще основная задача экипажа это выполнить ряд нормативов по специальной профессиональной физической подготовке, а также преодоление военизированной эстафеты с элементами специальной полосы препятствий, ну и выполнение упражнений учебных и контрольных из штатного вооружения. Впереди рубрика «Телеконсультант». Сегодня узнаем о правах детей-сирот и тех, кто остался без попечения родителей. С этого года за ними бессрочно закрепили преимущества при поступлении в ВУЗы. Оплата образования ложится на бюджет. Подробности смотрите далее. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Впереди короткая реклама. Оставайтесь с нами. Вскоре вы увидите. Тема казачества. Первый в этом году совет мастеров округа прошел в Новонекольске. Танцы и пляски. В детской школе искусств провели конкурс среди хореографических коллективов Приморья. Окунуться с головой. В городском бассейне «Чайка» прошло первенство по плаванию среди студентов колледжей и училища Сурийска. Новонекольск. Новонекольск. Вы смотрите итоговый выпуск программы «Телемикс. Новости». Продолжаем. Первый в этом году совет мастеров округа прошел в Новонекольске. Рукодельницы освежили в памяти особенности культуры казачества, смастерили традиционную куклу и обсудили планы на ближайшее время. Подробности смотрите далее. С песнями и плясками обновленный Дом культуры Новонекольска принял гостей. Со всего округа сюда съехались мастерицы на первое в этом году собрание. Темой встречи стала многогранная культура казачества. Мы не поднимали эту тему очень-очень много лет. Нас, конечно, подтолкнула вышедшая постановление программа по казачеству, утвержденная губернатором Приморского края. И вот в ней мы будем разговаривать, конечно, о культуре казачества. Гостем встречи стал атаман Уссурийского округа. Владимир Клявзер полжизни посвятил изучению истории казачества, потому поделился знаниями о традиционных ремеслах и видах декоративно-прикладного творчества, в том числе вспомнил семейные традиции. Моё детище, которое растило много-много лет, – песни «Сборник уссурийских казаков». Вот он, где он, в том творчестве, подарил. Там вот красные песни, которые моя бабушка вспоминала. Как говорят организаторы, на таких встречах всегда идёт обмен опытом и идеями. Возникают новые проекты и направления работы. Поэтому совет мастеров округа, который создали ещё семь лет назад, актуален до сих пор. Люди общаются, людям не хватает общения. Тем более, сами знаете, в этот сложный год, когда мы были ограничены в общении. И понятное дело, что каждому хочется рассказать о своём творчестве, показать, а нам посмотреть. Без творчества, конечно, не обошлось. Участницы объединения изготовили птицу-веснянку, а за работой обсудили насущные вопросы. Совсем скоро городские масленичные гуляния, где решено принять активное участие и не забыть при этом о краевых конкурсах и фестивалях. Виктория Калинина, Анна Клыга, Игорь Антонов, Телемикс. Снова блистают на сцене. В детской школе искусств провели конкурс хореографических коллективов. Дети приехали из разных уголков нашего края, чтобы узнать, кто лучше – уссурийские танцоры или гости. Наша съёмочная группа отправилась посмотреть выступление. В ритме танца детская школа искусств нашего города открыла свои двери для проведения зональных конкурсов. В этот раз на сцене выступают танцевальные ансамбли и коллективы из разных уголков Приморского края. Это первый этап. После отбора детей ждут региональные соревнования. Мы уже провели конкурс фортепианной музыки. Также у нас прошёл на прошлой неделе конкурс скрипичной музыки. Сегодня хореография. К нам приехали школы хороля пограничного района. И поэтому сегодня мы посмотрим, кто сильнее – наши дети уссурийского городского округа, либо наши гости. А гости, кстати, показали хорошие номера. Яркие, красочные и экспрессивные танцы у коллектива из Ханкайского района. Девчонки из сюрпрайза представили судьям номер с виноградом. Самое сложное в нём, как отметили сами артистки, синхронно двигаться с бутылкой на голове. За 9 лет обучения ты очень привыкаешь, наоборот, рвёшься на сцену. И когда коллектив – это, наоборот, поддержка, что ты чувствуешь, если ты ошибёшься, то просто твои друзья, которые в этом коллективе, они тебе помогут, поддержат. В этот раз было представлено много этнических номеров. Среди них, например, яркий и ритмичный гуцульский народный танец. Но прежде пришлось как следует поработать на репетициях. У нас по каждым субботам, воскресеньям у нас были очень хорошие тренировки. То есть мы очень старались и исправляли каждую ошибку, и старались, чтобы было всё как лучше. Таких танцевальных конкурсов ждали дети, родители и хореографы. Выходить на сцену теперь волнительно, ведь из-за пандемии количество выступлений резко сократилось. Дети очень переживают. Больше года не выходили на сцену, но очень соскучились. Но у нас уже, правда, второй концерт в школе, поэтому мы уже немножечко на сцене выступили перед зрителями, вот на 23 февраля. Поэтому сегодня уже у них немножечко есть подготовка. На самом деле очень переживают они. В результате судьи в этот же день определили победителей. Разделили между собой наивысшую награду и стали лауреатами уссурийский ансамбль «Талисман» и коллектив «Сюрпрайз» из «Камень рыболова». Теперь эти танцоры отправятся на региональный конкурс. Виктория Калинина, Елена Карпенко, Алексей Шиповалов, Телемикс. Для любителей прохладной воды день выдался горячим. В городском бассейне «Чайка» прошло первенство по плаванию среди студентов колледжа и училищ Уссурийска. Участники соревнований удивляли техникой и стилями плавания. А на площадке бассейна царил спортивный дух. Ощутила его и моя коллега Анжела Галышина. Стены городского бассейна «Чайка» огласили звуки бьющейся о бортик воды. Ежегодная городская спартакеада среди студентов колледжей и училищ началась соревнования по плаванию. Успешного старта легкой воды и быстрого финиша пожелали здесь всем. Наконец-то у нас начались спортивные соревнования и открывает спартакеаду студентов плавание. Лично командное первенство. Студенты соревнуются в течение года по девяти видам спорта. И плавание является первым из видов. Затем настольный теннис, легкая атлетика, мини-футбол, кросс, баскетбол, волейбол, стрельба и шахматы. В заплывах участвуют более 60 человек. Сначала юноши. Первая дистанция – 50 метров вольным стилем. Далее в борьбу включаются девушки. Преодолевают такое же расстояние. А после – эстафета. Четыре спортсмена плывут по очереди. Начинают засекать время по первому, останавливают счет по последнему. Старт с тумбы, бортика бассейна или из воды правилами разрешаются. По признанию пловцов, одни перед соревнованиями проходят серьезную подготовку. Другие могут в любое время продемонстрировать свои способности. Без тренировок. Я два года назад только занималась, бросила занятия. И все. Сейчас учеба и нет времени заниматься. Четыре года занималась плаванием, профессионально с тренером, участвовала в соревнованиях, занимала все первые места. Я занимаюсь плаванием уже на протяжении пяти лет, ну сколько учусь в училище. Занимаюсь усердно, тренируюсь. Недавно выпадал заряд кандидата в мастера спорта. Для студентки Приморского Краевого колледжа культуры Василины Данилиной плавание не просто спорт, а жизненно необходимый навык, которым девушка овладела еще второклассницей. Сегодня чувствует себя, как рыба в воде. Я постараюсь полностью выложиться, чтобы занять первое место для своего же колледжа. Сказала – сделала. В личном первенстве по итогам соревнований среди девушек победила Василина Данилина. Лидером среди юношей стал суворовец Даниил Каратюк. Лучшими стали и студенты ПГСХ. В эстафете выиграло суворовское училище. Судьи оценивали и результаты команд. Первыми стали девушки Дальневосточного технического колледжа и юноши-суворовцы. Победителей и призеров соревнований наградили медалями, кубками и дипломами. Анжела Галышина, Игорь Антонов, Телемикс. Самая большая мечта ребенка из детского дома – обрести маму и папу. И знаете, у многих желание сбывается. А тем, кому не посчастливилось попасть в приемную семью, приходится взрослеть в детдоме. Именно там сейчас находится герой нашего следующего сюжета – Алексей. Но подросток не теряет надежды, что однажды и за ним придут. Выпуск продолжит наша постоянная рубрика «Будем вместе». Умный, активный и спортивный – это все о нем. А парни по имени Алексей. Сейчас ему 15 лет. Половину из них он провел в детских домах. Этот доброжелательный мальчишка зарекомендовал себя как способный человек. Успешен как в учебе, так и в спорте. Подтверждением тому служат многочисленные награды. Вот мои медали, вот мои первые, вторые, третьи места. Вот мои первые, сначала третьи места я получил за борьбу за дидо. Потом начал получать тоже за борьбу за дидо второе место. А потом я начал заниматься футболом и начал получать первые места по футболу. Был в Лондоне, получил медаль от «Арсенала». Хорошо про Алексея отзываются воспитатели. Говорят, на него можно рассчитывать. Среди сверстников пользуется авторитетом. Проявляет лидерские способности. Со взрослыми вежлив и тактичен. С радостью участвует в общественной жизни детского дома. Очень творческий и креативный. Алексей убежден, что если ты хороший человек, то у тебя непременно будет семья. Мама и папа. Это главная мечта. Не та, что сбудется потом, когда вырастет, а та, которая должна сбыться сегодня, сейчас. Я хочу всей семьей, которая будет меня любить, мне помогать, и чтобы у нас в жизни было все хорошо. Чтобы не было такого плохого, как у меня раньше в жизни было. Каждому человеку в мире нужен близкий. Особенно, если этот человек – ребенок. Если вас заинтересовала судьба Алексея, обратитесь в отдел опеки и попечительства нашего города по адресу улица Некрасова, 66, кабинет 301. Телефон 32-35-36. На этом наш выпуск завершен. Сегодня в студии работал Павел Юнгерштурм. Напоминаю вам, что все сюжеты вы также можете увидеть в нашем профиле Инстаграм. Будьте всегда в курсе жизни нашего города. Делитесь впечатлениями с нами. До скорой встречи в эфире. Продолжение следует...